Здравствуйте, уважаемые участники. Я посмотрела уже быстренько, что повторно пришли. Очень приятно. Нас сегодня не очень много, но я надеюсь, кто-то у нас будет в эфире. Мы с Татьяной Викторовной и с руководителями как раз думали еще месяц назад сделать вам такую презентацию, сделать вам такое выступление, этикет деловых коммуникаций, решения сложных ситуаций. И никто не ожидал, что у нас эта сложная ситуация будет в живом виде. То есть мы ее даже сегодня можем разбирать. Я переделала срочно нашу презентацию, чтобы дать вам самую актуальную информацию в современных условиях. Пожалуйста, напишите в чат, кто вы и чем вы занимаетесь. Увы, очень приятно. Я буду под вас подстраивать полностью презентацию. Что подразумевается у нас под сложными ситуациями? По сложными ситуациями как раз подразумевается напряжение, которое существует в настоящий момент, и которое, возможно, было и будет на работе. То есть ситуации у нас всегда были сложные, и каждую ситуацию можно считать сложной. О, как интересно! Внутренние аудиторы, начальники отделения, библиотекари. Наталья, я вас помню, вы еще в прошлый раз у меня были. Да, преподаватели. Напоминаю для тех, кто впервые. Меня зовут Шавырина Анна Алексеевна. Я кандидат психологических наук. Я тоже преподаватель, психолог, я практик, я практикую, коуч, тренер, спикер, совет родительской общественности, департамент образования города Москвы. То есть вчера я выходила с вебинаром в один из колледжей, приводила детей в чувства, говорила о нравственности, в том числе об этикетах. Этикет – одно из моих самых больших увлечений, поэтому я о нем согласна разговаривать с вами сколько хотите. Ну что, давайте с вами начнем. У меня есть всего час, и я думаю, вы тоже хотите перейти уже скорее к нашим с вами занятиям. Так, я разворачиваю презентацию на всю страницу, к сожалению, я сейчас временно чат не увижу. Так, если видно, так, если видно, слышно, пожалуйста, нажмите мне огонечек. А то у меня немножко убежало все. Так, огонечек тоже не вижу. Ну ладно, буду листать вручную. Итак, у нас есть, мы в прошлый раз говорили с вами о этикете коммуникаций электронных, о дистанционных коммуникациях, как общаться правильно в онлайн-пространстве. Сейчас мы поговорим о общении в деловой сфере. Она многообразная. Я все не смогу сейчас охватить. Вы понимаете, что этикет – это довольно-таки большой курс. Но мы с вами поговорим о тех ситуациях, которые зачастую возникают и мешают нам не только работать, но и жить, и общаться в коллективе. Что интересно в деловой коммуникации? Дело в том, что, сколько я не наблюдаю, люди не понимают разницы между деловым общением и повседневным общением. Они не понимают, что у них есть статус. Некоторые люди еще хуже. Они вот этот статус официальный учитель забирают домой. Это вот бич наших учителей, воспитателей, библиотекарь, я думаю, такого нет. Начальников мы забираем их домой, ведем себя там, соответственно, нашему статусу. Это называется профдеформация. Ничего страшного в ней нет. Просто есть такая особенность всех, кто очень увлечен своей работой. Я думаю, что вы увлечены своей работой. Так вот, у нас есть официальный статус и модель поведения, как себя вести в той или иной ситуации на работе. И хорошо, если люди уже вошли в этот официальный статус, знают, кто они, что они и как общаться. Хуже, если этого нет. То есть люди не понимают разницу, еще раз повторюсь, между тем, как мы себя ведем. С подружками, повседневной жизнью, с родственниками и с коллегами. Представляете, у нас есть универсальные принципы этикета, но люди забывают их соблюдать. Есть люди, которые не знают об этом, а есть люди, которые знают, но считают, что вы ерунда какая, буду я с этим считаться. Вот универсальные принципы в деловом общении, их мало. Первое – это вежливое общение на автоматическом уровне. Что значит на автоматическом? Автоматом мы общаемся уважительно и вежливо. Я присутствовала как-то на выставке, была одним из участников выставки, мы рассказывали о первой помощи. К нам подошла дама и стал задавать мне вопросы, и я стала с ней разговаривать, улыбаться. Ну, потому что если ты идешь на выставку, ты обязан представлять весь материал и быть тактичен и уважителен к каждому человеку. И я с ней общалась, дала ей брошюрок, рассказала, куда можно обратиться. Когда она ушла, ко мне подошли мои коллеги и задали вопрос. А это какой-то начальник? Ты его знаешь? Ты ее знаешь? Знаешь, это какой-то язык начальника? Я говорю, нет, не знаю, кто это такая, какая-то вот посетитель. А что, говорит, ты с ним так уважительно общалась? Я поняла, в смысле уважительно я с ней общалась. А разве не со всеми надо так общаться? Ну да, со всеми, с твоей коллеги. Но ты так вот все ей объяснила спокойно, без суеты, что мы подумали, что это высокий начальник. Так вот, меня удивила тогда эта ситуация. Оказывается, все думают, что уважительно и так тактично только с высокопоставленными лицами. Нет, конечно же, со всеми, кто у нас есть, и с руководителем, и с подчиненными. Мы общаемся на одном уровне автоматически. Что это значит? Грубое, высокомерное отношение к подчиненным, коллегам, к сотрудникам, оно недопустимо вообще в деловых отношениях. Что значит высокомерное? Вот грубое, понятно, мы им хамим. Иди со своими проблемами, говорим мы. Что значит высокомерное? Это даже не обязательно говорить. Это когда у вас, есть у вас коллеги, напишите, кстати, в чат, есть такие коллеги, которые там высокомерно сидят, относятся к персоналу с бумажками. Вот что интересно, чем ниже должность, тем больше высокомерия. Чем ниже, чем ниже социальный статус до этого был, тем больше высокомерия. Удивляет меня всегда. Мне кажется, это недопустимо. Мы уже в прошлый раз об этом сказали, еще раз повторюсь. Такое высокомерие к коллегам. Я учу своих студентов и учу своих детей, что чем ниже должность, тем больше уважения. Я могу не поздороваться с руководителем. У меня лицевая гнозия, я лица забываю. Представляете, такая вещь. Я могу не поздороваться с руководителем, просто забываю в том, что ты руководитель. Но я всегда поздороваюсь с персоналом. С персоналом, с сотрудниками клининговой компании, с охраной у них. Я их могу вычленить за счет специализированной формы надежды. Всегда подчеркну, спрошу, как у них дела, уточню. Поговорю немножко о погоде. Small talk – это обязательно, чтобы войти в контакт. И пойду дальше. Мы всегда с ними общаемся. Представляете, 88% конфликтов на работе – следствие несоблюдения правил этикета или нарушения делового поведения. А там их много, мы с вами их потом когда-нибудь разберем, я думаю. Давайте, навскидку, вы сейчас мне, пожалуйста, напишите, как ваши коллеги не соблюдают деловой этикет и что вас раздражает. Будет очень интересно, только имена их не пишите, ладно, так вот. Один мой коллега. Давайте я начну. Пришла ко мне клиентка и рассказывает, собираюсь увольняться с работы. Тотальное неуважение, несоблюдение деловой этики, деловой этикеты. Какая, говорит, этика? Если у нас моя коллега позволяет себе влажной салфеткой протирать себе нижнюю часть руки, и выкидывать их в общее мусорное ведро, она позволяет себе есть на рабочем месте. Вы сейчас все такие, а где же тогда есть? Как же тогда обедать? А у меня это три минуты перерыва. Профессионал отличается от дилетанта тем, что он продумывает на шаг вперед все ситуации. Мы понимаем, что есть на рабочем месте, пользоваться духами, дезодорантом на рабочем месте, то есть разбрызгивать. Недопустимо красить ногти, делать маникюр, подпиливать. Про обед я уже сказала. Пить чай на рабочем месте тоже не очень уважительно, но хотя вот воду пить можно в любой ситуации. Желательно, конечно, с красивого стакана, но вот у меня, например, на работе свою бутылку, беру с водой. Это вопрос не уважения, это вопрос необходимости и заботы о своем здоровье. И таких правил очень-очень-очень много. На всех я не смогу остановиться. Давайте поговорим о самих конфликтных ситуациях. Вообще, наверное, если вы изучали конфликтологию, вы знаете, что конфликт сам по себе – это не страшно, это неплохо. Если вам скажут, а вот мы периодически конфликтуем на работе, тоже в этом ничего страшного нет. Смотрим, к чему приводит этот конфликт. Почему же конфликты не так страшны? Во-первых, они помогают обозначить, что проблема есть. Как сотрудник подходит к руководителю и говорит, я увольняюсь, а в чем дело? Ну вот мне это и это не нравится. А мы говорим, а почему ты об этом не сказал? Ну, я не хотел ссориться. Так вот, ссориться и обозначить проблему – вещи разные. Проблему чаще всего обозначают, и хороший руководитель старается решить эту проблему, если это возможно. На предыдущей работе я подошла к руководителю. Мне вообще почему-то очень везет с руководителями. Они у меня просто замечательные. Это вообще люди окружающие тоже. Подошла к руководителю и обратила его внимание на то, что мне не нравится, что сотрудники курят на рабочем месте. Мне кажется, что я ношу линзы контактные, это вызывает дискомфорт. Мне это не нравится, и я не хочу идти на конфликт ни с коллегами, ни с руководителями, поэтому я приняла решение, что, может быть, проще уволиться. Все остальное меня устраивает. Руководитель сказал, что, да, действительно, она никогда не задумывалась об этом, что это может вызывать дискомфорт, это недопустимо на рабочем месте, и больше никто никогда нигде не курил. Для этого были отведены специально рабочие места. Хотя я была начинающим сотрудником, только пришла. Меня настолько поразило такое уважение ко мне, к остальным, кто курит, извините, что это неуважение было. Поразило, что я работала дальше очень эффективно, хорошо и подчеркивала свою признательность руководителя. Что еще помогает? Конфликт повысить качество решений, чтобы они принимались быстрее. Улучшить навыки межличностного взаимодействия. Что значит? Когда вы говорите с сотрудниками своим, знаешь, мне не очень нравится, когда ты обращаешься ко мне по имени, в присутствии клиентов. Мне не очень нравится обращение на «ты». Мне бы хотелось все-таки на «вы» общаться. Это помогает как раз вот этому наладить. Вы сообщаете, а как с вами, собственно говоря, общаться, если сами разобрались. Что еще помогает? Закалить нервную систему и характер. Один конфликт решили, второй конфликт решили, третий конфликт решили. Видите, что в этом ничего страшного нет. Понимаете, что характер у вас-то и не склочный, вы умеете хорошо говорить, решать конфликты и познаете себя. Друзья, я посмотрю ваши ответы, прежде чем перейти к следующим причинам. Не здороваются сотрудники. В отделе младше по возрасту. Да, Гульнара, вообще ужас. Не здороваются. Но по возрасту, по должности мы помним, что деловой этикет подразумевает, что важно скорее нам на должность, а вообще здоровается тот, кто более воспитанный. Ну, начальник переходит на «ты». Да, проблема. Можно, а вы обозначали, что не нравится обращение на «ты», больше нравится все-таки, когда на «вы» мы общаемся. Хорошо, почему люди-то конфликтуют? Первое – это уровень образования интеллекта. Чем ниже уровень образования интеллекта, тем меньше вообще они понимают, знают, знать это одно – понимают правила, что можно и не здороваться. Финансовая ситуация человека. Мы в разных ситуациях жили, и если ситуация выживания, то есть денег нет, есть только на еду, и все силы сосредоточены на том, чтобы заработать, никто этикеты уйти не пойдет. И сейчас она не придет. Права и обязанности сотрудников. Еще одна очень частая причина конфликтов, когда каждый пытается переложить свою работу на другого, говорит, что я не должен этим заниматься. Именно поэтому все трудовые обязанности у нас прописаны. И об этом следует сразу же говорить, что это не входит в мои трудовые обязанности. Я, конечно же, могу это сделать, но не за счет своего личного времени, а за счет только рабочего или каких-нибудь других обязанностей. Это тоже обговаривается. Сейчас вы можете мне на это сказать, знаете, а начальник меня сразу выгонит. Ну, во-первых, уволить человека не так просто. Если он, конечно, официальный по трудовому договору, я думаю, что вы все официально и не позволяете себе работать неофициально. Уволить не так просто. И слово «вы уволены» – это ничто. Они должны доказать, что действительно есть то, что является причиной вашего увольнения. Следующее – сложные трудовые условия. Когда работать тяжело, огромное напряжение, неплохие условия труда, людей раздражает скорее физический стресс, чем психологический. То есть есть понятие физического стресса, когда вокруг все, не пойми, что творится. Из окна дует, холодно, еще сотрудники окна начинают открывать. Или наоборот, душно, а они мерзнут. И еще неразвитые коммуникативные умения и навыки. Это вот как раз Гульнар, о чем у нас речь, и вы говорили, не здороваться. Они просто не знают, что можно здороваться. А некоторые не знают, как надо разговаривать. У меня была сотрудница, которая обращалась, «Эй, ты сделай!» или вот прибежит, кинет мне на бумаги, на стол, скажет, «Сделай!» Я говорю, «Ну, здравствуйте, Ирина Викторовна!» «Добрый день!» «Очень тоже рада вас видеть!» «Конечно же!» «Вы меня же вежливо попросили, сказали, «Анна Алексеевна, пожалуйста, здесь вот есть бумаги, которые относятся к вашим, вашим самобедствам. Сделайте, пожалуйста!» Я точно так же это скажу. Вот по коммуникативному умению мы сейчас расскажем. Так. Я сейчас еще раз разверну, а то у меня ничего не видно. Ага. А вы пока пишите, если есть идеи какие-нибудь. Итак, про коммуникативное умение есть сразу несколько правил. Первое. Избегаем, используем в разговоре слова «вы», «ваш», «простите, пожалуйста, благодарю», элементальная вежливость. Если у вас на работе изначально принято говорить «ты», это обговаривается отдельно. Но я знаю, что в таких сферах, как библиотечное дело, образование, наука, банковская сфера, все обращаются друг к другу на «вы», по имени, но на «вы». При клиентах обращаются на «вы», даже если до этого общались на «ты». И говорят «вы ваш». На «ты» переходить даже на младшую должность нельзя, даже если человек моложе тебя на 10 лет. Хотя вот есть правило, что если человек моложе, можно общаться на «ты». Нет, на «ты» мы обращаемся к детям до 12 лет. К детям после 12 лет мы обращаемся на «вы» и девушка, молодой человек. Даже к этому. Я к студентам обращаюсь только на «вы». Они ко мне на «вы» тоже. Правда, они ко мне по имечству, я по имени. Я пробовала как-то, чтобы они обращались ко мне именно по имени. Когда была молода, такой эксперимент очень им было некомфортно, и я отошла от этого, но допускаю, что если они меня по имени назовут, нам бы ничего страшного в этом нет. Дальше. Говорить простыми словами. Короткие слова чаще употребляются и лучше запоминаются. Чем проще, тем лучше. Никакими витиеватыми конструкциями мы не говорим и не пишем. Избегаем запретных тем. Религия, национальность, политика, экономика, здоровье. Сейчас куча запросов от клиентов о том, что поругались со всеми на работы из-за политики, из-за политических ситуаций. И мы начинаем разбирать этот психологический феномен, как выйти из этого конфликта, как что делать. Вот у них одна политическая видение ситуации, у нас другая политическая видение ситуации. Вопрос не психологический, вопрос к этикету. Вы зачем, собственно говоря, на работе стали вообще поднимать такую тему, как политика, как экономика. Эти темы под запретом. Мы их просто на работе не обсуждаем. Можно поговорить о чем угодно, но не об этом. Можно поделиться переживанием, сказать, что сейчас такое сильное напряжение, я его чувствую некомфортно, но не говорить, потому что мы столкнемся разными, разными видами ситуации, оно разное, и это приведет к деструктивным действиям на работе. Следующее, что у нас есть, исключаем жаргон, сленг, бранные слова. Есть работа, на котором без сленга и мата никак. Этот ужасный человек уронил мне на ногу батарею, сказал главный грузчик. Если у нас не предполагается сленг, жаргон, мы его просто не употребляем. Никого мы матом не посылаем на работе. Немножко такое отступление от жаргона и сленга для преподавателей и учителей, если они у меня там есть, которые будут меня слушать. Жаргон и сленговые слова допускаются в дозированном количестве как приправа к речи педагога. Ну, конечно же, это слова не грубые, не мат, ни в коем случае. Они помогают сделать лекцию такой более живой и привлечь внимание. Например, устали у вас ученики, и вы говорите, а вот у меня есть фишка, или там у Петра Первого была одна фишка. Фишка слова церковая. И дети активируются что-то у нас преподаватель говорит странно, а дальше преподаватель говорит на нормальном языке. Но это не должно быть замена основных слов. Я тоже буду вводить сейчас некоторые слова, а вы как раз следите, они у нас есть, я обращаю их внимание. Что еще? Чтобы не было конфликтов. Говорить то, что думаете. Это не значит, что не говорю о бестактности, увидели мы, фу, какая у тебя блузочка страшная, что-то ты сегодня какая-то помятая, уставшая. Нет, нет, это искренне сообщать о своих переживаниях и чувствах. Говорить сразу, мне не нравится, что меня загрузили сейчас большим количеством работы, я просто не успею делать к окончании рабочего дня, я бы хотела, чтобы меня разгрузили. Это вот об этом. И делать то, что вы говорите. То есть сказали, я сделаю, значит, вы сделали. Даже если вы из-за этого задерживаетесь на работе. Что я имею в виду? Если вы взялись за эту работу, но понимаете, что не успели, либо вы обсудили это с руководителем, с коллегами, с подчиненными, что вы не успеваете, либо вы за это не беретесь. Мы не можем взять это дело, то, кстати, меня перегрузили. Есть такие коллеги, которые вот у меня больше всех работы, я больше всех перерабатываю. есть такие коллеги, были такие, очень раздражают, потому что либо ты делаешь молча, либо ты это просто не делаешь. Ты берешь и увольняешься. Также я бы туда добавила, чего у нас нет, нытье по поводу руководителя, по поводу условий работы, по поводу подчиненных учеников, клиентов. Есть понятие этики, что мы это не обсуждаем на работе, потому что ситуации бывают разные, и есть люди, которые просто лишь бы поныть, им все не нравится. Либо нам нравится, либо мы уходим. Всегда есть свои плюсы и минусы в каждой работе, но обсуждать открыто это с коллегами недостатки начальника, его личную жизнь, личную жизнь других коллег, это в принципе недопустимо для профессионала. Нет, если вам хочется, пожалуйста, просто вы отдавайте отчет, для чего вы это делаете. Понимаете, что любое обсуждение и сплетни на работе это минус вашу копилку профессионализма. Методов для решения любого конфликта их несколько, они стандартны. Это соперничество. Неплохой метод. Я буду лучше, чем он. Мы просто не делаем другую бедности, но мы соперничаем. Обожаю соперничать со своими коллегами, кто из нас будет лучшим преподавателем. Говорит мне Андрей Иванович, есть у меня такой преподаватель чудесный, один из лучших, и он говорит, а вот я даю своим студентам игры прямо на занятии ролевые модели. Думаю, я тоже так сделаю, буду еще лучше. А я им даю обязательно кусочки видео посмотреть. А он такой, я тоже возьму эту фишечку и потом такой, а, я теперь беру из актуальных сериалов, например, «Ведьмака». Я вчера тоже сидела со своими, на примере «Ведьмака» ораторское искусство разбирала, как они разговаривают. Это неплохо, но такой, такой один из способов решения. Еще есть компромисс. Когда мы идем на, не на уступки, а именно, компромисс это не когда уступки, когда ни вашим, ни нашим, это не компромисс, это уступка или уход. Компромисс это, когда вы подстраиваетесь под коллег. Например, коллеги, давайте вы будете открывать окно, когда я буду выходить, потому что мне холодно сидеть при открытом окне. Вы выходите или даже сами открываете окно. Или, что у нас может быть, коллеги, давайте мы распределим работу, вы мне поможете сделать, и мы вместе все уйдем. У меня был компромисс, когда сотрудники, однажды кабинет был на много человек, и они начали обсуждать, разговаривать на бытовые темы. я предложила, я могла бы сказать, хватит болтать, я вообще работаю, у меня вообще работа, и сложно, но это пока был конфликт. Я предложила, сказала, что коллеги, вот сейчас, в данный момент, у меня очень напряженная работа, давайте час поработаем, дайте мне час, и я закончу, и потом мы все вместе с вами обсудим вот эту ситуацию с Васей, и что он делал в кровати, Маша, и попьем даже чаю вместе, да, через час. Все разошлись по местам, не обиженные, через час я предложила попить чай, но все так увлеклись работой, что еще мы час проработали. Есть уход, уход от конфликта. Например, вас человек вызывает на открытый конфликт, а вы уходите. Да, есть ситуации, когда лучше так и сделать, просто выйти из конфликта. Слабость ли это? Нет, конечно, это наоборот признание силы и понимание, что ты в данный момент сделав ничего не можешь. например, вы совершили кучу ошибок, а ругается, ругается. Что можете сделать? Оправдываться? Нет, вы их совершили. Сказать, да? Да? Я? Ну, косячила, да. Что могу, исправлю? Что не смогу, в следующий раз буду умнее. Есть приспособление, когда мы приспосабливаемся под какие-то условия. То есть, это вот уже не компромисс, это когда мы реально должны приспособиться. Например, принято в коллективе пить чай на рабочих местах. Ну, прямо на каждом на своем столе сидят и люди едят. И мы понимаем, что нам, конечно, это неприятно, но страшного от этого ничего нет. И просто в это время тоже можем есть. Может быть, не на своем рабочем месте, можно пить чай, можем выходить в этот момент. Например, в коллеги включают кондиционер очень холодно. У меня пришла девочка, говорит, собираюсь увольняться. Почему собираетесь увольняться? Что не нравится в работе? Какую работу хотите? Ну, как всегда, обычная коуч-сессия. Она говорит, на работе холодно, кондиционер, я постоянно простужаюсь. А в чем ты ходишь? В платье и в... В чем вы ходите? В платье и в туфлях. Зачем? Ну, я хочу ходить красиво. Но вопрос, либо увольняться, либо надеть пиджак и надеть брюки и теплые ботильоны. Ну, она подумала, подумала, действительно, стало одно время, ходила в более теплой одежде, а не в красивых платьях, как ей хотелось. Бывает сотрудничество, когда мы пытаемся договориться и начинаем сотрудничать и решать эту проблему наилучшим способом. А теперь я хочу рассказать вам о манипуляциях. Я думаю, что тема интересная, манипуляция – это скрытое изменение сознания пациента, скрытого состояния. Обязательно скрыто. Обязательно цель его выполнить действие. И вот сейчас я вывела, это не мои, кстати, не я составляла вот этот вот список слов, фраз, с которых начинают манипуляцию. Можете их просмотреть, не буду их озвучивать. И в данный момент, в настоящее время, у нас как раз и происходит вот эта вот такая вещь, что манипуляция. И нам нужно научиться распознавать, когда это манипуляция, а когда это просто нарушение делового общения. То, что люди-манипуляторы есть, откуда они взяли, берутся? Ну, во-первых, это семейное воспитание. Чья мама не говорила, делай, что хочешь. Чья бабушка не говорила, а вот я когда умру, вы пожалеете. Говорят. И люди перенимают такой стиль общения, он, конечно, манипулятивный, но он есть. И дальше они начинают использовать манипуляцию в своей повседневной жизни, в личной жизни. Даже я ее использую, я за собой замечаю и даже отлавливаю вот эти манипулятивные приемы, которыми я хочу повлиять на других людей. Манипуляция недопустима. Нигде, никогда, ни во благо, никак. Есть способы коммуникации, есть возможность договориться. Все, что вот сейчас у меня на экране, это недопустимые фразы. Если они у вас есть, берем и убираем. Заменяем. Вот я, что я использую? Я использую, ну, что-то как баба. Обычно, когда мужчина ведет себя некорректно, например, у меня был сотрудник, который третически пытался подставить. она при руководстве говорила, а ты сделала эту работу? Я говорила, эту работу я не сделала, и мне никто не говорил. Я тебе говорил. Работаю. Реально вот пытается человек вас подставить. Для чего? Для того, чтобы занять вашу должность или убрать вас как конкурента. Я тоже говорила, что ты как баба до себя ведешь. На самом деле, это неверно. Верно было сказать, мне не нравятся подобные вещи, которые ты проделываешь перед руководителем. Это некрасиво, нетактично. И если это ты не перестанешь делать, я тоже начну манипулировать и делать разнообразные гадости. Например, напишу докладную, что очень часто происходит такая ситуация, когда задается вопрос при высшестоящем начальстве. Обратите внимание, что это все неправда. Итак, давайте я расскажу о самых частых манипулятивных приемах, которые встречаются. Это моя... Конкретно я сделала эту подборку. Если вы будете смотреть любые другие источники по манипуляции, их может быть или больше, или меньше, или объединены. Я взяла просто то, что чаще всего на работе. Первое, это быстрый темп беседы и настаивание на то, чтобы прямо сейчас это принять. Быстрее, быстрее, надо, надо, скорее. Сейчас можно отслеживаться в том, кстати, отследите за собой, что хочется быстрее куда-то бежать и что-то делать. Нас призывают сделать что-то быстрее, что им выгодно. Но быстрее, потом будет поздно. это манипуляция. Следующее, это выведение собеседника из себя за счет насмешек, упреков, унижения. Ой, да какой ты специалист. Ой, ну ты это даже сделать не можешь. Ха, а у нас-то Марья Ивановна-то вообще никудышная. Или там, Наталья Петровна, вы только пришли на работу, еще только после 5 минута. А вы мне будете тут рассказывать. Это вот как раз манипуляция, скрытое унижение, чтобы вас убрать, обезвредить. Как только почувствовали, что вам неприятно, больно, ударили по больному, по мозоли, это манипуляция. Я, конечно, расскажу, что с ним делать. Подождите, пожалуйста, сначала надо усвоить, какие они есть. Следующее, это приведение либо ложных доводов, либо непонятных. слов обожают люди сделать так, чтобы в своей речи что-то пустить фрустрирующее и выбить нас из равновесия. Я ввела слово фрустрирующее. И никто чаще всего не замечает и не задает вопроса, что это за слово. Так вот, если введено было слово специально для того, чтобы вас вывести из равновесия, собеседник может перейти к следующему, к предыдущему, ко второму, смешка и упрека. Сейчас покажу, как это действует. У меня был преподаватель по экологии. Мы задавали ей вопрос, а что такое там экосистемы или еще какое-то слово, которое мы не знали. Объясните, пожалуйста. Она сама не знала или вводила специально, и после этого следовало унижение. Вы что, не знаете, что это такое? Ну вы вообще... Но доучились до третьего курса и ничего не знаете. Ну о чем можно с вами разговаривать? То есть это даже два манипуляции в одном. Есть обвинение демонстрации обиды и навязывание чувства вины. Вот сейчас следите за собой, манипуляция идет из просто всех каналов. Что это? Чувство вины и самое простое на чувстве вины манипулировать человеком. Сколько учителей манипулируют на том, что вы самый плохой класс? Да? Да ты самый худший ученик. Да из-за вас у меня голова разболелась. Из-за вас у меня горло сядет. Из-за вас у меня давление поднялось. Что это? Вот как раз вот это манипуляция. Нам есть то, чтобы сказать, ребят, мне тяжело говорить, потому что вы шушукаетесь, не могли бы вы помолчать, да? Ребят, я сегодня в не очень бодром состоянии из-за атмосферного давления. Пожалуйста, если вам не сложно, давайте посмотрим там фильм какой-нибудь учебный, потому что не в состоянии хорошо провести урок. Они нам даже, возможно, и вы. Ничего страшного, я в этом не вижу. Это усвоенное поведение. Мы усвоили нас вчителей от родителей и привнесли в свою работу. Просто даже не знали, что это манипуляция. Думали, это нормальный способ взаимодействия с людьми. Сейчас на чувстве вины очень много. У меня вчера говорила с ребятами, они говорят, мы чувствуем постоянно вину. У меня был чудесный руководитель в МЧС, и она говорила, чувство вины это то чувство, которое никто нам не может навязать, если мы этого не позволим. Вопрос за что? А также еще вопрос, что все чувства наши абсолютно нормальные, абсолютно естественные. И если они возникают, и с ними можно договориться. Если они возникают, без манипулятора. манипулятора, чаще всего за ними стоит манипулятор, который именно своими высказываниями как раз и говорит. Вот у нас сейчас в данный момент самое страшное вина это информационное. Если вы залезете в пространство, то в пространстве вы увидите очень много прямо этих манипулятивных приемов. я даю вам задание отследить, какие у вас будет моя презентация, отследите, какие именно приемы отслеживаются и какие из них не манипуляции. Да? Что еще? Перевод аргументов в область домыслов. Очень часто. Любой сейчас новостной ленту возьми, я имею в виду не официальные, а какие-нибудь такие вот, то, что блогеры у нас перепащивают, куча домыслов. А вот мне показалось, а вот мне кажется. Да? Или вот а вот там красное, поэтому оно белое. Очень много. И частый, еще очень частая вот эта вот манипуляция, это отказ от своих слов, демонстрация непонимания ситуации. Я не знаю, о чем. Я этого не говорил. Не было такого. Ничего не было. Очень часто. Замечали? Напишите, пожалуйста, какими манипуляциями вы чаще всего сталкиваетесь и, может быть, какие-то используете сами. Используйте сами не случайно. Вот я могу случайно использовать какое-то слово, которое непонятное. Если ко мне спросить, что это значит, я сразу же расскажу об этом. Более того, когда люди вокруг говорят непонятные слова, я сразу же говорю, стоп, объясните мне, пожалуйста, значение этого слова. И если он мне нормально объясняет, то это не манипуляция, если он не переходит в унижение. Посмотрите, какие сейчас чаще всего используются манипулятивные приемы. Теперь главное, что делать. Мне часто говорят, зачем вы нам рассказываете все способы манипуляции, если нам нужно что с ними делать. Так вот, нужно отследить свое состояние. Не зная наизусть, какие способы манипуляции существуют, вы их просто не заметите. Как вы можете заметить того, чего не понимаете? Вы подумаете, что это нормально, я сам виноват, я действительно сделал неправильно. Всегда следим за своим состоянием. Если вам спокойно, комфортно, замечательно, то это не манипуляция. Если вам приятно общаться с человеком, не манипуляция. Если вы чувствуете напряжение, неуютно, хочется убежать, уйти, заставить его замолчать, вы ждете, когда он замолчит, перелистнуть новостную ленту, закрыть этот сайт, это манипуляция. Возвращайтесь к предыдущему слайду, смотрим, какой вид, заодно потренируйтесь. Методы ухода. Их три. Я их выделила три, их может быть больше, я выделила три самые ходовые для людей, которые не заточены на переговоры, которые не ведут постоянные переговоры. Первое, это метод ухода от манипуляции. Встаем и уходим. Переводим тему, заменяем ее, отвлекаемся на звонок, ой, извините, позвонить надо. Выходим с помещением, так, я сейчас выйду, сейчас приду. Есть захотелось, пойдем пообедаем. Просто выходит. Манипуляторы сбили с манипуляцией, дальше он не сможет. Или пойду я куда-нибудь. Чаще в семье используется уход от манипуляций, там кто-нибудь манипулирует, ой, я вольная, старенькая, стала, я даже рекомендую своим студентам, когда они говорят, что вот родители манипулируют, что я для тебя столько делаю в своей жизни, а ты заменять это сразу переводить тему, ой, я тебя так люблю, ты такой замечательный, знаешь, как я тебя люблю, вот так, вот так. Следующий это метод обозначения синониматива, просто сразу напрямую говорим, что это манипуляция. По-моему ты манипулируешь. У меня бабульчика любят, понимаем, тяжелые времена, послевоенные, и бабульчика такая, вот, кто бы там прополол, некому, у меня спина болит, я говорю, бабуль, ты манипулируешь, можно сказать, ань, пропали, пожалуйста, а то что-то у меня спина болит. А бабушка такая, а что так, можно было? Есть сосед, у меня манипулятор, в гречке про него студентам рассказываю, вот он обожает что-нибудь, манипулирует, манипуляция, а ты читала вот тех специалистов? Не читала? Ой, какой же психолог из тех специалистов, как ты вообще студентам что расскажешь, ты это не читала? Так, по-моему, ты манипулируешь, потому что это вот как раз скрыто унижение. Даже не оправдывается человек. И следующее, это метод открытого противостояния. использование этих приемов манипуляции против самого манипулятора. Когда он используется? Первое, вы должны быть в ресурсе, у вас должно быть очень много сил. Второе, вы должны знать манипуляции и поведение человека еще лучше, чем он сам. И третье, вы должны быть готовы к конфликту. Напряженное отношение, конфликт. вы должны взвесить за и против, прежде чем использовать метод открытого противостояния. Понимать, что равны силы или неравны. У меня часто с коллегами было, кстати, коллеги были в образовании. У меня коллега ой, токсичная была, ой, манипуляторша, прелесть, обожаю ее. И она такая, вот ты это делаешь неправильно, потому что пятерки не оттуда растут. Это, о, кому-то надо желать лучше, чем говорить. Или там что-нибудь, ой, что-то ты какая-то страшная стала. Я говорю, ну, слава богу, что я только для тебя страшная. Хорошо, хоть мужчинам нравлюсь, а твое мнение твое. То есть я постоянно иронизировала над ее. Это мой способ открытого противостояния манипуляции. Студентка у меня тут недавно тоже манипулировать попыталась, типа, ну, я ж не такая жируха, как некоторые. Я говорю, да, да, слава богу, вы у нас стройная, красивая, не то, что мы с аппетитными формами, а я тортик скушаю, вкусный тортик. А вы окошко закройте, это унесет нашу красавицу стройную. эти способами манипуляции являются универсальными, которые как раз я вам показала, вы можете их практиковать каждый. Единственное но, которое я хочу заметить в связи с данной напряженной ситуацией, я не рекомендую использовать последний метод. Почему? Потому что в данный момент ситуация такая, что мы посеем, то мы и пожнем. Посеем мы агрессию и иронию, пожнем мы то же самое. Посеем мы страх, мы его пожнем. Посеем мы принятие доброту, мы ее пожнем. Поэтому на любую манипуляцию истинная она, пытается человек что-то сделать. Рекомендуется либо использовать уход, просто мы выходим из ситуации, мы не смотрим новости, вообще их не смотрите, не читаем газеты, проверяем информацию, которая к нам приходит, убираем из своего пространства лишних людей с негативом, это дракует уход, и тех, кого мы не можем убрать, тем, кого вы приняли решение не убирать, это ваше решение, мы говорим слова поддержки. Только слова поддержки. Им можно говорить газеты, а нам нельзя. Да. можно, им можно, потому что это как маленький ребенок. Родители слышали, наверное, родители должны контейнировать эмоции ребенка. Когда маленький ребенок бежит и кричит, ты плохой, я тебя ненавижу, а ему страшно, ему больно, он переживает, что делает родитель? Родитель его обнимает, говорит, а я тебя все равно люблю, и я тебя буду любить всегда, 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 всегда. Ребенок говорит, ты плохой, а родитель говорит, это ты хороший, да то я тебя люблю. Вот в данный момент в тяжелых ситуациях у людей происходит регресс. Что значит регресс? Они возвращаются на позицию ребенка. А те, у кого хоть более-менее стабильная ситуация, должны взять на себя функцию родителя, разумного, взрослого, и контейнировать его эмоции. Да, тяжело, но с другой стороны, что посеем, как я уже говорила, то и пожнем. Не моя фраза. Давайте поговорим быстренько о поддержании деловых связей. Какой специалист всегда будет востребован? Как его будут любить и начальство, и уважать, любить, уважать, и начальство, и его подчиненные? Тот, кто полезный. Будьте, пожалуйста, полезными на работе. Уполнять свою работу хорошо, либо выполняете ее хорошо за эти деньги, либо вы не работаете. Третьего не дано. Делитесь советами бесплатно. Совет, я не считаю нужным прятать что-то, какие-то интересные вещи. Я даже всеми презентациями, в том числе вот этой, я поделюсь со своими коллегами, если у них будет такой запрос. Поддерживайте репутацию. Вы не должны быть замешаны ни в каких скандалах и сплетнях. А Маша про вас говорила. Когда вашему начальнику придут, скажут, а Маша про вас говорила, начальник скажет, Маша, да вы что, она никогда не будет не позволить себе опуститься настолько, чтобы обсуждать других коллег. и репутация безупречная. Будь у всех на виду. Это смысле не сидеть, не отсиживаться в кабинете, когда корпоратив, когда какое-то собрание, когда какое-то мероприятие. Люди любят других людей, когда они вместе, когда они говорят, я часть команды. Посещать эти места, думать о долгосрочной перспективе. Из серии я отсюда через месяц, но не факт, не известно, что через месяц будем, сидим и рассчитываем сразу, что вы проработаете не меньше десяти лет на этом месте, а может быть и всю жизнь. Перейдете, ну ничего страшного, но работаем на долгосрок. Никогда не ведем себя на работе как друг и приятель. Да, сейчас ударю по больному, не дружим мы на работе, не ходим мы после работы ни с кем на дачу не ездим. Да, в этом году я ездила коллегия в ее родной город, заехала, она экскурсию, так вот, меня поразило, что она настолько профессионал, что мы общались друг с другом по имени и отчеству уважительно, так, как будто бы мы в данный момент на работе. Никаких понебратских отношений у нас не было, хотя мы с ней вели переписку, она мне говорила самые вкусные и интересные места. Мы можем, да, в кафе-то вы можете сходить, но не по-дружески, не по-прельски, никаких личных обсуждений, сколько разрабатывают мужья, какая интимная жизнь, не должна быть. Все в рамках small talk, легкой беседы. Больше слушаем, обязательно спрашиваем и выполняем свои обещания. А теперь у нас осталось с вами буквально 5 минут. Давайте поговорим с вами о методах саморегуляции. А что делать, если на работе вывели коллеги, начальство, подчиненные, что там еще, кто еще у нас могут быть, клиенты. И если в данный момент у нас напряженная ситуация, не надо скрывать, не надо пытаться отвлечься, да, ситуация сейчас напряжение, такое же напряжение я чувствовала, когда у нас началась в 19-м году пандемия, первые дни были. Сейчас уже пятый день, у нас все на спад идет, мы уже адаптируемся, но напряжение есть, и оно будет чувствоваться, и вы от него не избавитесь три месяца. Если ничего, конечно, не изменится вдруг, я надеюсь на то, что будет все отлично у нас, напряжение есть, вот вы его почувствуете, оно вот вроде и ничего не смотрите, не считается, но общее, оно влияет, и социоэнергетика, она все-таки есть, на нас влияет. Что мы можем делать? Первое, делать перерывы. Перерывы в работе обязательно, не пренебрегайте перерывами. Каждый час 20 минут перерыв. 20 минут перерыв не в смысле того, что вы пошли, отдохнули. Нет, вы можете заняться каким-нибудь другим, более простым делом. Вот я поработала сейчас, час, вот сейчас с вами час прервалась. Сейчас еще поработаю, пойду, схожу, чаю попью. В дамскую комнату умыться, отойду. Тоже хороший перерыв. Небольшой, да, но он помогает перегрузиться. Отвлечение. Отвлекаемся. Отвлекаемся от всего. Отвлекаемся от негатива на работе, отвлекаемся от негатива в окружающем пространстве. Как хотите, отвлекаемся. И я надеюсь, что вы за свои отвлечения не будете испытывать чувство вида. У нас заложено в ментальности страдать. Как я буду сейчас, как я сейчас поеду на дачу и буду сажать огурцы, когда там кому-то плохо. как я могу пойти посмотреть кино, когда кому-то плохо. Так помните правило сначала маску на себя, потом на ребенка. Вот точно то же самое. Вы помочь сможете всем, если поможете себе, если вы будете в ресурсе, не истощены, без давления. Отвлекаемся как можем. Можете чем-то помочь. Обязательно. Я считаю, что надо помогать именно вот той поддержкой из серии, что а я вас люблю. Я вас ценю. Я чем могу вам помочь? Помочь можно всегда, но не перепостом, конечно, фейковой информации. Это не помощь. Это разжигание опять той информационной атаки, которая ведется. Обращаю еще внимание на то, что если вам приходит пост о том, что вот все плохо, 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 и вы собрались сразу же отвечать на него и что-то доказывать. Ничего доказывать сейчас нельзя, бесполезно. Как с ребенком говорить о том, что без шапки на улицу выходить нельзя, потому что минус 12 градусов, а ему 5 лет. Ничего не надо никому доказывать. Только поддержку, только любовь, только транслируемое. И обратите внимание, когда приходит сообщение в Инстаграме от неизвестного пользования или ВКонтакте, или мне тут звонки периодически поступают, я удивляюсь, кто мой номер слил, не бот ли это. У бота нет картинки на аватарке, это первое. Сразу, нет картинки на аватарке, даже не открываем. Если есть фотография или картинка, лезем в профиль. Профиль закрыт, это бот, не лезем дальше. Даже не отвечаем, игнорируем. Смотрим, есть ли какие-то фотографии личные, может быть, что-то. не цитаты, не перепащивание, именно вот что-то личное. Видим, что реальный человек, говорим, тебе плохо, ужасно, я тебя люблю, я тебя люблю, чем я могу тебе конкретно помочь, я за тебя, я тебя поддерживаю, я верю, что тяжело. Он вам опять негатив. А вы опять, можете даже заготовить себе серию ответов, типа, если что, да, мне периодически пишут сестры с просьбой перепоста, с просьбой распространения информации, я говорю, очень вас люблю. Обязательно вот скажу, видите, вот сказала, скажу важную информацию другим людям, видите, я сейчас сказала вам важную информацию. Все вас очень любят, все вас очень поддерживают, все за вас, держитесь, мы вас все любим. Если что-то нужно, вы всегда можете ко мне приехать. И сразу негатив входит на нет. В последнее время меня игнорируют, они, кстати. Напишут гадость, я им в ответ, что я их люблю, они меня игнорируют. Но это хорошая стратегия, мы не раздуваем конфликт, потому что потом нам со всеми общаться. Что еще может помочь? Когда совсем тяжело, нападает паника, есть дыхательные упражнения. Рассказываю их несколько, просто их очень много. Рассказываю прямо одно, самое частое. Быстрый вдох и долгий выдох. Попробуйте. Вдох и долгий выдох на восемь счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох и долгий выдох. Это дает сигнал вашему организму, что все в порядке. Также есть две релаксации, активная и пассивная мышечная релаксация. Чем отличаются? Активная, это когда мы сильно-сильно-сильно-сильно напрягаемся. Сейчас попробуйте, если там никого у вас в кабинете нет, вокруг никого нет. Сильно напрягите всего-всего-всего себя и сидите как можно дольше. Минуту, две, три и расслабьтесь. Это вот как раз активная мышечная релаксация. Называется самый быстрый прием. Пассивная, это когда вы сядьте удобно, даже если кто-то есть, она не портит вашу мимику. Сядьте и начинайте расслаблять. Почувствуйте, как у вас расслабляется голова, нос, крови, шеи, плечи, руки, пальцы на руках, локти, грудь, живот, таз. Задержитесь в районе таза, почувствуйте, как расслабляются ягодичные мышцы. как расслабляются тазовые мышцы. Дальше ноги, бедра, икры, ступни и пальцы ног. Я быстро проговорила, вы сделаете это медленнее. Просто прочувствуйте, как расслабляется ваше тело. И посидите в таком состоянии минуты две-три. Пока вы у меня расслаблены, я как раз хотела перейти уже к завершению. У нас уже завершается время, мне уже пора вас, к сожалению, покидать. Я бы рада, конечно, провести подольше, поговорить. Но, опять-таки, помните о том, что вам нужно. Вам нужно сейчас забота о себе. Вам нужно как раз ситуация, когда тело и разум едины. Первое, заботимся о теле. Ванна с магниевой солью, да, говорю, как выучившись в этом году на нутрициолога. С английской магниевой солью, это великолепно. Теплый душ, еще лучше. Есть сауна, самое оно. Все виды массажа, да. Отвлечения обязательно, потому что вы должны быть в ресурсе, чтобы этот ресурс дать своим коллегам, подчиненным, ученикам, детям, если есть, родственникам. Эта поддержка, она сейчас нужна. И только мы с вами можем ее сейчас дать. Взрослые, осознанные люди. Поэтому в любой конкретной ситуации мы работаем одинаково. Если у вас будут какие-либо вопросы, или вы захотите, чтобы я вам что-нибудь написала, какой-нибудь пост, напишите мне в Инстаграм, я с удовольствием сделаю пост. Я его сейчас, пока еще сыроват, я только начинаю его реанимировать, потому что я почувствовала, что это сейчас нужно. Если у вас есть сейчас вопросы, я согласна его на них ответить в течение двух минут. и могу в конце сейчас посоветую, есть очень хорошие, сейчас мои коллеги активировали, ссылка на Инстаграм есть, я ее дала в последнем слайде. Я бы рекомендовала сейчас специалисту, такого специалиста, мои коллеги на удивление ведут себя, прямо знаете, как скрылась, ситуация вскрыла все черты людей. И коллеги, которые мне оказались странноватыми и неадекватными, на самом деле сейчас ведут себя очень адекватно, более чем, и транслируют огромную поддержку другим. А люди, которые мне казались искренне и добрые, творят какую-то чушь и плачут на камеру. И наоборот дестабилизируют других людей, а это недопустимо в данной ситуации. Почистите свою ленту, но я вам рекомендую из специалиста сейчас подписаться через Инстаграм на Наталью Касарину. Как ни странно, она способна своими и телеграмма у нее великолепной. Она дает очень хорошее упражнение на стабилизацию. Если вы не можете ночью уснуть, у нее как раз очень хорошее упражнение. Ночью просыпаюсь, страшно, пугается, упражнение сделаю и сразу спать. Прямо замечательно. Так, давайте отвечу на вопросы. Да, спасибо, Елена. Я вовремя. А, Гульнара пишет бестактный комментарий коллег. Дарья, бестактный комментарий коллег, я говорила, это могут быть манипуляции. Отвечаем на них пару иронии или игнорирование. Вот это будет обидно. Они вам Дарья, как вы сегодня снимете голову, а вы их игнорируете. Да? На комментарии коллег есть три вида ответов. Первый вид ответов я уже говорила, нет, не говорила, это спасибо. Я учту ваше мнение, чем холоднее, тем лучше. Ирония, типа, есть грязная голова, вообще живая. Третий это уход, игнорирование. Не важно. Следующий вопрос. Вот это все очень-очень обидно, больше они таких себе не позволят. Так, я бы вам, конечно, про вопросы еще рассказала, бестактные, но, к сожалению, уже время у нас ограничено. Так, уступка. Ну, конечно, в вашем возрасте, да, это тоже манипуляция. На Инстаграм ссылка есть. Игорь пишет йога, релаксация, пассивная, шавасна, другие направления. Да, очень много сейчас этих упражнений. Единственное, что смотрите, на специалиста, который их транслирует. Я вот рекомендую Наталью Касариной уже сказала, еще Наталья Королева неплохо, Королева психолог, у нее Инстаграм. Очень хорошие, сейчас безвозмездно вещи дают во своих Инстаграмах. Прям вот уважение, уважение. Так, спасибо вам большое за слова. Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна. про терминаторский стиль руководства. Какой интересный стиль. Я с ним, если честно, не сталкивалась, впервые его услышала от вас. Напишите, пожалуйста, мне в Инстаграм, я с радостью его изучу и напишу. Как же я... Я даже начала его изучить, проанализироваться, вспомнить все приемы. Потому что в психологии бывает такая вещь, что раз, и ты это слышал, только это по-другому называлось. А потом приходит специалист, и не изучив то, что было, называет это своим. Кулинар, где не манипуляция? А, слово? Да. Так, очень приятно, что вам понравилось. Мне очень приятно. Землица нас закроет. Будет у нас последнее слово говорить. Благодарю вас за добрые слова. Очень приятно. Ну, ладно, раз Татьяна Викторовна у нас не подсоединяется, я думаю, что все... У нее, видимо, еще один вебинар. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Было приятно с вами работать. Будут запросы, я с удовольствием к ним присоединюсь и отвечу на вопросы или выступлю еще раз семинаром от Директ Академии. Спасибо им большое, что они предоставили мне сегодня платформу с вами поговорить. Все, до свидания.